не все успели рассказать нашим зрителям. Темой прошлой программы послужили особенности штукатурки по пеностеклу. Мастер штукатур Николай показал, что перед тем, как приступить непосредственно к штукатурке, необходимо обработать пеностекольную поверхность, сделать так называемое шприцевание. Для чего он использовал легкий цементно-песчаный раствор с добавлением небольшого количества извести. Такая процедура необходима для улучшения адгезии. Таким образом, последующая поверхностная штукатурка ровным слоем ляжет на пеностекло. Ну что ж, в прошлый раз мы произвели шприцевание. А теперь давайте послушаем Николая и посмотрим, насколько высох наш слой и можно ли уже сейчас наносить штукатурку. Вот как говорил Николай, мы знаем, пеностекло не впитывает влагу, и поэтому здесь мы можем сравнить с этим на кирпиче. Да, вот на кирпиче, вот смотрите, действительно хорошо. Вот, пусть покажет нам крупно вот здесь. Вот видите, кирпич у нас на кирпиче как раз высох весь раствор, который мы делали предварительно, а вот на пеностекле до сих пор нет. И сохнуть таким образом будет гораздо дольше, чем в обычном. Конечно, да. То есть в разы. Вот, ну давайте вот посмотрим. Мы вот здесь попробовали чуть-чуть штукатурить, у нас не получилось. Вот, давайте покажем, как у нас, вот если мы, например, не дождемся, что вот... Ну, сейчас возьмем и скинем, и сейчас увидим, как с него сплазла вот эта вся... Ага, ага. Вот, и поэтому как раз нельзя, да? Да, нельзя штукатурить, пока он полностью не высохнет, как здесь на кирпиче, пока он полностью с себя влагу не скинет. Ну, вот предыдущий мы видели в этом же, ну, в похожем, может быть, ведерке, мы видели раствор для шпицевания. Шпицевания, да. Да, а это вот такой, давайте посмотрим, как он... А это уже... Он должен такой густоты, да? Да, густоты должен быть такой вот. Вот это уже густой раствор, сделанный для этой штукатурки, которую мы сейчас будем штукатурить. Но если еще раз попробуем, вот в некоторых местах, там, где меньше сейчас влаги, он цепляется и держится. Вот, когда мы уже полностью вот это основание высохнем, вот так накидываем и потом просто стягиваем, чтобы была ровная поверхность. И готовим наш штукатурку. Ну, все хорошо, теперь мы уже поняли. Я надеюсь, что штукатурим все нормально и красиво. Итак, пеностекло благополучно заштукатурено. Однако эта тема нами на сегодня не закрыта. Но давайте обо всем по порядку. В прошлой программе мы начали разговор о гараже. Точнее, о так называемых уникальных воротах. С первого взгляда ничего уникального. Довольно обычные ворота, которые встречаются у нас практически на каждом приусадебном участке. Однако наш старый знакомый Николай уверяет, ворота действительно заслуживают внимания. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот скажите, а в чем уникальность этих ворот? Да. Уникальность в том, что они на 6 метров в длину. 6 метров в длину. То есть в длину это вот так получается? Да. А как они у нас закрываются? Там привод имеется, да? Давайте посмотрим. И механическое устройство, и автоматическое. Давайте посмотрим. Закрываем. Ну смотри, что творится. Полноценный цвет. А механическое где же? Механическое вот здесь. Вот механическое. Ну и как механических открывать? Тянуть надо за цепь? Это надо тянуть за цепь, но просто здесь надо скучивать. А, ну открывайте тогда. Посмотрим. Так, подкроем. Смотри, спрощишь. Пока нету здесь, надо переключать еще. Спрощишь меня, хорошо, что они такие? Смотри, какие пружины, да, здесь? Да-да. Ну что ж, спасибо. Посмотрели мы. Ну это вот этот гараж, который строился. Спасибо, Николай. Мы еще с вами сегодня встретимся. Знаете, Андрей, на самом деле я вот логически не в восторге от таких больших ворот. Почему? Ну зато много машин может быть. Такой широкой машины еще не придумали на 6 метров, чтобы она въезжала целиком. А если бы были ворота разделены на две части, все-таки воздуха выпускается холодного меньше. То есть вам надо выгнать велосипед, или вам надо выгнать маленький какой-то там мотороллер, или что-то такое, а вы вынуждены распахивать все 6 метров. Андрей, но там же есть дверь. Ну, дверь, конечно, дверь, но мотороллер, допустим, через дверь, это может не очень удобно. Да, можно не вывезти. Какой-то скутер небольшой, там какие-то четырехколесные конструкции. Да, что там, хотя бы одну машину, которая работала. Даже если одну машину вывозить, то вы вынуждены распахнуть весь гараж. А потом чужие глаза, может быть, у вас стоят там Порше и Феррари, а вы ездите на Запорожце. Открываете ворота и обозреваете там весь набор автомобилей. То есть я, как бы, лично к такому не прибегнул. И тем более, вот здесь еще применен большой швеллер металлический, для того, чтобы держать стену. Здесь поставили бы столбик. Все было бы хорошо. Да. Ладно, пойдемте, пожалуйста. Отзакройте, пожалуйста, Николай, пожалуйста. А вот это у нас как раз, они, дополняют, да, ну давайте. Это что? Это сетка и... Николай, а это сетка и клей у нас? Что это такое вот это? Поверх штукатурки. Клей сеткой. Понятно. Клей плиточный, да? Да, анализаторный. А что вот это у нас? Стеклосетка. Это подготовка под короеды, да? Угу. Да. Ну вот, а здесь мы видим, что обычную штукатурку покрыли стеклосеткой, сеткой стеклотканей, и плиточным клеем еще так вот затянули. Это поверхность улучшенная для вот этой штукатурки короед. А вот эта вот сетка, да? Да. Вот эта вот сетка. Стеклосеточка. Хорошая? Да, обычная стеклосеточка. Вот. Нехорошая, неплохая. Понятно. Ну что, Андрей, давайте сходим в дом? Давайте. Вместе с Андреем Курашевым мы прошли внутрь дома. Там уже вовсю ведутся отделочные работы. В состав раствора также входит известь, которая придает ему пластичность. А дальнейшая обработка стен производится с помощью специального покрытия типа ротбанд. Кстати, вся штукатурка в доме, как на внешних стенах, так и на внутренних, мягкая. Николай, а что у нас такая стена белая у вас? Это наше изобретение. Мы здесь использовали белый ротбанд после штукатурки. А зачем? А он обычно укрепляет стенку. То есть на штукатурный раствор вы нанесли белый ротбанд, а потом еще дополнительно его будут шпаклевать, шкурить. А сетку будете накладывать, нет? Сетку не будем накладывать. Ну то есть это вот у вас такая особенность работы штукатурных. Сейчас я попробую определить, какой у вас слой. Ну вот у вас, я смотрю, здесь мягкая штукатурка. В принципе, это неплохо. Вот люди могут подумать, что мягкая штукатурка – это плохо. А на самом деле это неплохо, потому что она очень пластичная. Она будет хорошо лежать, она очень хорошо паропроницаема. Она не представляет преграды для кирпича по пару, которая там внутри. И ротбанд получается даже вон такой верхний упрочняющий слой. То есть мы видим, что ротбанд немножко покрепче, а дальше идет мягкая штукатурка. Смотрите, Андрей, а вот здесь у нас не штукатурка, а здесь у нас гипсовая штукатурка ротбанд серого цвета. Мягкая. Вот видите, она мягкая, и она очень быстро сохнет. Ее используют для, во-первых, быстроты, если где-то влажная очень. Ну понятно. Она быстро схватывается, она на гипсовой основе. Андрей, ну раз уж мы заговорили о стенах, то нельзя не упомянуть вопрос телезрителя, который нам позвонил. Александр, кстати, из Одессы позвонил нам. Вот он построил недавно дом из пенобетона, пенобетонных блоков. И, соответственно, недавно его штукатурил, опять же, и теперь хочет наклеить обои. Ну, сейчас существует много видов обоев, да? В принципе, раньше мы знали только бумажные, а теперь есть так называемые моющиеся обои, виниловые. Ну и вот, еще вот, еще другие обои тоже, ну их очень много. Однако, у многих наших зрителей, да и вообще, так сказать, у общественности, что ли, да? Бытует мнение, что эти обои как-то запирают дом, что ли, по благе, да, внутри. Становится тяжелее дышать и так далее. Что делать вообще? Посоветуйте Александру, как ему поступить в дальнейшем? Вот смотрите, какой вопрос с этими обоями. Вот раньше у нас люди, когда в среднем в целом жили там в небольших квартирах, и потом, когда появились у нас новые моющиеся там виниловые обои, они начали наклеивать эти обои, и действительно, это справедливо замечено народным мнением, что в квартире начало становиться как-то по-другому. То ли душно, то ли... Такой ощущался пластмассовый запах. Ну, запах пластмассовый и какое-то ощущение запертости. Недомашенности. Недомашенности. То есть микроклимат в квартире менялся. И люди говорили о том, что это, наверное, не хватает кислорода там, ну, женщина особенно, или что-то такое случается, и пошла такая молва, что это, в общем, не очень хорошие обои, хотя они, конечно, имеют такое достоинство, что их можно вымыть, но они на ощупь такие какие-то пластиковые в среднем. Да, всегда. Вот. Пластиковые в среднем, иногда поблескивают, иногда матовые, но люди говорят, а вот комнату мы взяли, оклеили пластиком, и нам перестало хватать воздуха. Ну, как-то плохо. Да, стены перестали дышать. Вот. Значит, здесь дело в чем? Ну, здесь дело в влажностном, в регулировке влажности, влажностном режиме в квартире. Обычно, это средний такой статистический недостаток наших квартир и домов, у них слабая вентиляция. Потому что в городских квартирах, где такие обои клеили, как правило, один вытяжной канал на кухне, один ванной на всю квартиру. Окна поменяли на пластиковые, и когда возникает избыток влаги, то обычная вот такая стена из родбанда, допустим, или штукатурки из обычной, она на самом деле может втянуть в себя очень много влаги. Вот, грубо говоря, если вот я на нее дыхну, то вот эта влага, которая в ней, она начнет легко входить внутрь. И если мы в запертой комнате, например, разливаем на полу воду, моем полы обильно, а у нас еще достаточно жарко, то испаряющаяся влага у нас быстро впитывается в стены. И она таким образом нам компенсирует вот этот влажностный удар. То есть стены сначала забирают часть влаги в себя, а потом, когда мы вытерли весь пол, у нас сухо, и у нас плохое проветривание при этом, то стены начинают потихонечку влагу отдавать. И как-то и свежо, и надо. И вот этот влажностный удар человека меньше чувствуется. Вот. А когда мы покрыли все стены вот этими, грубо говоря, паронепроницаемыми обоями, ну они, конечно, паропроницаемые, но значительно хуже, чем просто бумага и просто... То весь влажностный удар, он у нас подвисает в воздухе. И мы чувствуем, что влажность настолько переполняет комнату, что нам плохо, нам душно. Для человека это как бы хуже. Влага в стенах для человека это хорошо. То есть, возможно, стен вобрать в себя влагу. Для человека это хорошо. Потому что это стабилизирует влажностный микроклимат в доме. А для дома это плохо. Потому что вот если это наружная стена, и туда уходит влага, то она дальше продолжает свой путь на улицу. И вот там возникает проблема паропрозрачности, о которой мы все время и говорим. А если там мороз? А если там мороз, то она постепенно в этот мороз уходит. Уходит, потому что в морозе влаги совсем мало. То есть, пар выходит изнутри наружу. Если у него нет препятствий, то это очень хорошо. Вот. Здесь у нас пеностекло. Здесь у нас не будет холодной стены, и поэтому пар не будет так стремиться внутрь. Пар стремится туда, где пара нету. А пара нет там, где холодно. То есть, телезрителю Александру мы можем сказать следующее. Что моющиеся обои для микроклимата дома, это не есть гуд. А для дома это хорошо. То есть, здесь свойства дома и критерии человека входят в противоречие. То есть, если Александр хочет сохранить подольше и облегчить жизнь своему дому, то лучше обклеить особенно наружные стены моющимися обоями. Как наружные стены? Наружные стены дома, да. Внешние стены дома, чтобы в них как можно меньше впитывалось влаги. Внутренние стены в любом случае такими обоями оклеивать не нужно, потому что они могут иметь любую влажность у нас. И чем больше они могут впитать влажности и выдать, тем лучше микроклимата дома. Можно же комбинированный вариант, как вы сказали, сделать. То есть, наружу сделать этими обоями, а межкомнатные перегородки? Ну, обычно, конечно, обои делают все одинаковые в комнате. Вот, это уж так мы... Мы сейчас говорим в принципе. Ну, можно как-то к дизайнерски подойти к этому вопросу. Вот, это уже люди сами решат по-своему. Каждый в доме сам себе дизайнер. Ну, можно и побелить стены, в конце концов. Да, вот, кстати, между прочим, с экологической точки зрения, вот побелка стен, как это всегда было в народе, она с точки зрения человека, с точки зрения экологии, самое полезное отделочное вещество, отделочный материал. Вот, она очень паропрозрачная. У нее есть антисептические свойства, то есть, там, плесень какая-то, что-то на ней, а это возникает меньше. Не возникает практически. Это очень хорошо. То есть, побелку заплесневелую, я как-то, в общем, не припоминаю. Ни до недели, да. То есть, побелку видел, а вот что она где-то была, на ней плесень, я лично никогда не видел. Ну, может быть, и случается, врать не буду. Вот. И для того, чтобы подвести итог к теме, вот с этой историей про обои, хочется сказать, что актуально это все в тех помещениях, где плохая вентиляция. Потому что, если в доме, в помещениях организована нормальная вентиляция, весь избыток влаги, он будет своевременно вытягиваться в вент-каналы, и тогда, по большому счету, будет неважно, впитывают стены влагу или не впитывают, потому что влагу, по уму вообще, убираются не в стены у нас дома, стены дома не предназначены, надо убирать туда влагу. Вот. А влага у нас убирается в форточку или вытяжной канал, вентиляция. То есть, влага должна выноситься воздухом. И если в доме нормальный микроклимат... Ну, если в доме нормальная вентиляция, мы можем поставить мокрое? Если в доме нормальная вентиляция, мы можем применить любые виды вот этих вот обоев, моющихся, и нам будет тогда без разницы, впитывают они влагу или не впитывают. А так получается, в чем же дело тогда? Дело в обоях или в вентиляции? Дело в вентиляции первично, потому что во всех квартирах, где люди ощущали плохое самочувствие и ухудшение микроклимата после наклейки этих обоев, во всех этих квартирах была...